Я включаю запись, еще раз представлюсь. С вами Сергей Гудков, один из ведущих этого вебинара, нашей большой программы, которая называется «Секрет счастливых отношений». Я вижу, что вы уже на связи в эфире. И сейчас, пожалуйста, напишите мне, хорошо ли меня слышно. Мы возьмем буквально пару минут, чтобы решить всякие технические вопросы, чтобы дальше уже на это не отвлекаться. Сразу говорю, видео не будет. Мы с видео делали уже несколько раз. И, как правило, канала не хватает. Поэтому будет только так, звук, ну и слайды. Хорошо, да? Хорошо. Ну, понятно. Слышно небольшие шумы. Так, для тех, у кого эхо, сделайте, пожалуйста, у себя потише. Я, может быть, чуть-чуть уберу сейчас. Вот буквально так. И все. Мы уже много раз настраивали звук. И обычно для большинства участников, так как сейчас, вот такой уровень громкости оптимальный. Прерывистость есть, да? Ну, не знаю, это сейчас, наверное, уже идеально не сделать. Вот как есть, так и есть. Ну что ж. Давайте мы будем постепенно переходить к нашему занятию. Я коротко расскажу о том, что будет на курсе. О том, как мы его будем вести, в каком порядке, какие правила есть. И будем приступать уже к первому дню, к первой встрече. Наш курс рассчитан на неделю. В течение пяти дней с понедельника по пятницу. Ну, плюс у нас будет вечер вопросов и ответов. И, возможно, будет еще один вечер. Это мы решим к концу недели. Вот. Я думаю, что у нас будет как минимум 7, а может быть и 8. Если особо попросите, 8 вечерних занятий. Занятия построены так. Есть какая-то информация. Мы выдаем. Я сейчас расскажу про ведущих. Выдаем. Есть какое-то упражнение. Может быть, не одно. И будет домашнее задание. В конце занятия я напишу свою электронную почту. Выполняйте задание. Отписывайтесь на почту. Я проверяю, подсказываю что-то. Не отписывайтесь на почту. Соответственно, я не проверяю. То есть, это остается на ваше усмотрение. Мы все люди взрослые. За вами бегать никто не будет. Пожалуйста, сделайте домашнее задание. Те, кто делают домашнее задание, отписываются. Все получают по нему обратную связь. Вот такой принцип. Теперь о ведущих. У нас вообще запланировано два ведущих. Первое – это я, Сергей Владимирович Гудков. Я психотерапевт, психиатр. У меня базовое медицинское образование. И очень много разных специализаций, в том числе и подготовка на семейного консультанта. У меня частная практика уже с 2000 года. Я веду тренинги, семинары, в том числе индивидуальный и семейный прием. И парный прием. Второй ведущий – Михаил Александрович Копытов. Мой коллега, он гипнотерапевт. Он гипнолог, руководитель Сибирского центра гипноза в Томске. И я думаю, что он к нам присоединится. Просто он, значит, сейчас в дороге. Он на выходные вел большой тренинг в Тюмени. И вот он сейчас к нам спешит. Ну, я думаю, что если даже не сегодня, хотя он будет проводить гипнотические трансы, если не сегодня, то, значит, завтра, послезавтра он должен быть с нами в эфире. У него особая манера ведения. Он по-своему что-то дает. И это поможет вам немножко получить разные точки зрения, получить разные манеры подачи. Это расшатывает восприятие, делает ваши мозги более готовыми к восприятию информации. Теперь по плану. Каждое занятие построено так. Вначале теория, потом домашнее задание, упражнение и ответы на вопросы. Я прошу приготовить ручки, карандаши, блокноты, листочки бумаги, для того, чтобы записывать, во-первых, то, что вы услышите. Потому что, ну, как в школе, да, что записали, то запомнилось. Не записали, а оно из головы вылетит. Это раз. Во-вторых, те вопросы, которые возникают, записывайте. И в конце занятия обязательно задавайте. Я буду отвечать на все вопросы, ну, по максимуму. Вот такой план. Теперь по большому плану. У нас в течение этой недели запланировано несколько тем. Каждое занятие имеет свои задачи, свою программу. Это своя особая тема. Поэтому, если вы настроены на все, то я рекомендую быть в прямом эфире. Потому что обратная связь, живое участие, оно, это как раз то, что и работает. Какие темы? Первая тема. И сегодня мы этим займемся. Мы разберем, что такое отношения, как они возникают, как они развиваются, как они длятся, как они заканчиваются. И что нужно делать, чтобы они длились. Я сразу скажу, немножко забегая вперед. Отношения – это процесс, который развивается не просто так, а по определенным законам, по определенным принципам, правилам. Есть переходные стадии, которые переводят с одного этапа, с одного момента на другой. Это важно. Вы узнаете, как это происходит, что там меняется, как меняется фильтр восприятия, какие ключевые моменты есть, какие-нибудь более частые ошибки делают люди. И я вижу с нами, теперь Михаил Александрович. Ура! Михаил Александрович, я пришлюсь к чат, чтобы мы знали, что ты на связи. Я сейчас немного поговорю, потом дам тебе слово. Я тебя уже так заочно представил. Ну, пару слов скажешь вначале сам о себе тоже. То есть сегодня мы разбираем цикл отношений. Потому что отношения, как ребенок, они рождаются, да, взрослеют. Что нужно делать для того, чтобы отношения жили долго и хорошо? Это сегодня. В следующие дни мы будем разбирать такие темы, как основы понимания в отношениях. Потому что есть очень много общих слов. Там любовь, дружба, уважение, забота. Как это конкретно проявляется? Что нужно делать? Какие слова говорить, чтобы этого было больше в отношениях? Какие наиболее часто ошибки совершают люди? Это прям вижу на своих консультациях раз за разом. Как это исправить? Как вообще не доводить до каких-то проблемных моментов? Это мы разберем. Мы разберем, особенно для тех, кто планируется создавать отношения. Скажем так, в практике есть критерии, с кем стоит создавать, с кем не стоит. Критерии подходящего партнера, не подходящих партнеров. Какие отношения заранее обличены на сложности. Однозначно. Об этом вы узнаете. Там есть четкие, четкие, четкие пункты. Потом мы разберем основы общения с мужчинами. Так как тренинг у нас предназначен больше для женщин, есть какие-то отличия, тонкости, секреты. Совсем недавно, на таком на большом живом семинаре, одна девушка удивилась, говорит, да, правда, что мужчина так думает. Я говорю, да, очень часто вот так она говорит, здорово, я теперь знаю, как говорить с мужем. И один из важных моментов для тех, кто планирует, если в этом есть потребность, я обязательно скажу, есть технология выхода замуж. Потому что частенько бывает такая ситуация, когда вроде живут вместе, живут, но не женятся. Почему это происходит, и что нужно сделать, чтобы это изменить, как вообще эту ситуацию брать в свои руки, я расскажу. Есть хорошая, четкая технология. Вот. Теперь я попрошу включиться Михаила Александровича. Я на время выключу звук. Михаил Александрович, ты меня слышишь? Пожалуйста, представься, скажи пару слов. Я сейчас выгляду звук, и потом опять передашь мне слово, я пойду дальше. Хорошо, что ты появился сегодня. Ура! Добрый. Если меня слышно, то, пожалуйста, поставьте в чате плюсик, чтобы я знал, что есть связь. Я только-только буквально приехал, и вот отлично, я вижу, что меня слышно. Я позволю себе представиться. Я буквально, можно сказать, с корабля на бал, только что приехал из Тюмени, там я проводил свой очередной семинар. И многие наверняка меня знают, потому что получают мою рассылку, но я позволю представиться, потому что, возможно, кто-то, так сказать, не присутствовал раньше на моих семинарах, вебинарах. Меня зовут Копытов Михаил Александрович, я являюсь гипнологом, гипнотерапевтом, и занимаюсь проведением таких тренингов, семинаров, как современный гипноз, самогипноз, антистресс, релаксация, медитация, и так далее. А также являюсь автором книги, совместно мы с Сергеем Вадимировичем в этом году написали книгу, вернее, еще в прошлом, но она должна, она уже в печати, должна выйти в ближайшее время, по самогипнозу, так она называется, это книга самогипноза активно самомушения. Занимаюсь я консультированием и проведением семинаров примерно с 2003 года. И в ходе нашего вебинара, который у нас будет проходить на протяжении недели, текущей, и у нас будет еще одно бонусное мероприятие, об этом позже, я буду ввести некоторые разделы, так сказать, наши теоретические и практические части, и у нас будет, помимо теоретических и практических заданий, будут хорошие тематические медитации. Сергей Вадимович их тоже будет ввести, которые позволят иногда, во-первых, отпустить некоторые негативные эмоции, переживания, связанные с текущими негативными воспоминаниями с прошлых отношений. Иногда по-другому взглянуть на себя, на своего партнера, потому что, если говорить об отношениях, это, несомненно, эмоциональная сфера. И очень часто бывает так, что эмоции не всегда подчиняются нашему разуму, некоторые пытаются подчинить, но особо радости это тоже не доставляет. И вот как найти этот баланс, при этом, чтобы было, с одной стороны, все по уму и по сердцу, об этом мы будем рассказывать на нашем бинаре, но и самое главное, будут упражнения, в том числе, и негативные, гипнотические, даже сегодня. Именно так. Ну что ж, я представился, я позволю из эфира некоторое время исчезнуть, я появлюсь в завершении, и, если Сергей Вадимирович позволит, то проведу сегодня замечательную медитацию. Ну что ж, спасибо за внимание, я чуть попозже подключусь, и я снова передаю слово Сергею Вадимировичу, пожалуйста, Сергей Вадимирович, подключайтесь, когда я вижу, что вы в эфире, я сразу выключу звук свой. Итак, я снова в эфире, я уже про себя рассказал, кстати, слышно ли меня? Хотя бы кто-нибудь отправьте плюсик, я вижу, как индикатор работает, да, все, меня слышно, отлично. Ну я поставил уже слайд, который меня показывает, я представился, уже немножко про себя рассказал, и мы продолжаем, мы продолжаем, и так, да, единственное, по времени я забыл сказать, каждое наше занятие ориентировано примерно минут на 50, возможно, некоторые будут чуть дольше, поэтому, пожалуйста, наберите серпение, активная часть минут 40-35, ответы на вопрос, и плюс в завершении мы всегда планируем медитацию, медитацию или гипнотический транс. Вот. Ну что ж, а теперь, раз вопросов нет, то технические моменты мы решили, и мы будем переходить прямо к теме нашего занятия. Итак, цикл отношений или любовный цикл, как отношения возникают, как они длятся и заканчиваются. Так, я листаю дальше. Для начала, для того, чтобы было понятно, давайте глянем сюда. Отношения это процесс. Да, вот один из важнейших постулатов. У нас язык так устроен, что мы часто говорим про процессы, как про существительные. Это называется номинализация, это дружба, отношения. На самом деле, это процесс. Нет такого какого-то твердого объекта, как отношения. Это всегда взаимодействие. Да, и взаимодействие, которое проследуется совместной деятельностью, информацией, эмоциями, прикосновениями, интимностью, какими-то материальными вещами. в совместном времени. И этот процесс когда-то возникает, развивается, достигает максимума. И может на этом максимуме, ну или выходить на достаточно высокое плато по интенсивности, по удовлетворенности долгое время. А может до максимума, а потом спад, и все. Вот как показано на картинке, некая метафора. Вот зачатие до страмы смерти. И я пользуюсь классификацией Лесли Кэмерон Бендер. У нее очень здравая, очень толковая классификация фаза отношений. И мы сейчас разберем по ней, и я считаю, что это наиболее практичная классификация. Итак, отношения начинаются с фазы привлечения, переходят в фазу увлеченности или увлечения друг к другу. Потом вступает фаза привыкания друг к другу. Вот эти, сразу скажу, первые три фазы, это три фазы, на которых отношения даются хорошо. Если они идут дальше по этому циклу, очень часто они прямо туда скатываются, возникают ожидания, которые заканчиваются разочарованием. Потом есть очень четкий такой порог, он практически одномоментный порог, когда меняется отношение к прошлому, но я про это более подробно расскажу чуть позже. Потом вступает удостоверение о том, что отношения закончены, и вы видите здесь разрыв отношений, в западной практике так бывает часто, что отношения разорваны, и физически, и территориально люди разошлись. Вот в российской практике бывает, достаточно часто бывает так, что отношений нет, но люди продолжают жить вместе, хотя бы по материальным причинам, но уже отношений нет. Что ж, давайте перейдем теперь к фазе привлечения. с чего отношения начинаются, как, почему, что здесь срабатывает, о чем стоит помнить. Давайте разберем чуть более подробно. Эта фаза еще называется фаза розовых очков, самое романтичное время. И вот здесь в отношениях очень велика роль природы. дело в том, что у природы есть очень важная цель, кстати, какая, кто как думает. Напишите, пожалуйста, в ряд. Вы же часть природы, соответственно, у природы есть на нас свои планы. Какая глобальная цель. Да, да, да. Я думаю, будет интрига, но вы уже знаете, да, всеопытные, да. Одна из важных целей это продолжение природы. Природа так устроила, что жизнь должна продолжаться. Поколение за поколением, поколение за поколением. Каждое новое поколение, оно чуть более приспособлено или менее приспособлено, значит, будет следующее поколение к условиям окружающей среды. И вот обратите внимание, цели сделать части нет, природы нет такой цели. Это уже наша человеческая такая задумка, наша человеческая возможность. И вот природа предусмотрела такой механизм, как, ну, как я считаю, как любовь, для того, чтобы свою цель выполнять. Что происходит в эту фазу? Люди встречаются, знакомятся друг с другом, и иммун вначале внешне, потому что по внешним признакам мы получаем довольно точное представление о том, подсознательно, конечно, подходит нам партнер или нет. А потом чуть более близкий контакт, когда люди целуются, мы получаем клетки эпителия, и наша иммунная система прямо считывает вот этот генетический материал, который мы получаем от партнера, и очень быстро делает вывод, возможно ли крепко, здоровое, жизнеспособное потомство вот с этим человеком. Если да, если шансы в языке, очень быстро включается каскад биохимических реакций, который вызывает много эмоций, много переживаний, но в то же время снижает интеллектуальную критичность. И вот это как раз то выражение у англичан есть full and love, впасть в любовь. Действительно, щелк, скра какая-то пробежала, все, включилось. Здесь велика роль природы, процентов 40, если не 50, если не 60. Вторая часть это психологический образ идеального партнера, который у нас есть, он бывает часто неосознанный, но про это не сегодня. И вот включились чувства, и что происходит? В базе привлечения друг к другу расстраивается определенный фильтр восприятия. То есть вот какие-то действительно розовые очки, особенно у женщин это часто бывает, когда все подруги твердят, что ты в нем нашла? А девушка как говорит, это вы завидуете, если бы вы любили так, как я? Конечно, она любит, у нее выстроено все так, что она воспринимает только плюсы, она видит в своем избраннике на данный момент только хорошие, а те недостатки, которые у него есть, я думаю, что у любого живого человека есть недостатки, она не воспринимает, ей кажется, что этого нет, хотя другие со стороны, кто не очарован любовью, это видят, ей говорят, у мужчин бывает то же самое, но эти недостатки пока остаются по ту сторону, как будто стеклянный барьер накрыл человека, но односторонняя проницаемость есть, хорошее пропускает, плохое нет, и если эта фраза длится какое-то время, возникает следующая стадия, отношения переходят в фазу в фазу увлеченности друг с другом, или увлечения друг с другом, все хорошо, образовалась пара, люди встречаются, важный критерий, люди встречаются, они живут вместе, или хотят жить вместе, бывает, женятся здесь, если не поженились раньше, кто-то уже беременеет здесь, в этой фазе, но самый главный момент, фильтр восприятия еще такой же, розовый есть, и в это время, как правило, пара принимает решение о том, как жить дальше, вот, что здесь важно, если фаза увлеченности, вернее, фаза привлечения длится, ну, чуть меньше года, в среднем, там, 6-9 месяцев, как раз, вот столько, сколько нужно, чтобы появилось потомство, чтобы девушка забеременела, то фаза увлеченности длится следующие несколько лет, как правило, и решение совместной жизни строится либо, а, на реальных актах, реальных основаниях, когда, во-первых, сам человек понимает, чего хочет, он понимает потребности партнера, и он понимает, что мы с этим партнером, вот реально, когда уже разу включается, что мы с этим партнером можем построить такие отношения, как хотим, или нет, либо, б, я опять скажу про типичный российский пример, как это бывает, на иллюзии, очень часто девушки дают большой аванс, он же может быть таким, а может и не быть, чаще всего не бывает, и вот они потом, через какое-то время, когда наступают следующие фазы, разочаровываются, и приходят на консультации, говорят, вы знаете, я все ждала, ждала, когда же он, а потом она начинает вспоминать, он никогда даже зачатка вот этого качества или способности не показывал в самом начале жизни, но она его так сильно любила, что она приписывала ему эту возможность, она надеялась, что он туда не будет, но это тоже не сегодня, вот, как выбирать покладящего партнера, это на на третьей встрече, вот, то есть иллюзии, иллюзии иногда длятся очень-очень долго, но потом они заканчиваются, так или иначе, как построить правильное представление, это на третьей встрече мы разбираем, итак, увлечение, создание пары, фильтр еще такой, более-менее двуносторонний, все хорошее пропускает и через какое-то время, проходит несколько лет, возникает фаза привыкания, вот, для пар, которые живут долго и счастливо, это такая основная фаза, и пара в ней находится большее количество времени, то есть привычность в чем? В том, что уже партнера знает, знает достоинства, знает недостатки, с которыми готовы жить, это не критичные недостатки, какая здесь опасность есть? Для некоторых людей есть ожидание, что жизнь должна быть постоянным праздником или приключением, и когда наступает привыкание, какое-то узнавание, то есть, она знает, что он вот так вот ворочивается под одеялом, или он знает, что она может по телефону разговаривать полчаса вечером с мамой или с подругами. И если у человека есть ожидание, что жизнь это постоянный праздник, приключения, наступает скука. Некоторые люди с этим не могут смириться, они пытаются вызвать какой-то интерес. И одна из таких очень глупых вещей, которую можно сделать на этой фазе, это вызвать ревность, чтобы как-то оживить отношения, чтобы расшевелить партнера. Так вот, вызов ревности бывает очень таким сильным ударом по отношениям, когда отношения начинают трескаться. Первая такая сильная большая трещина здесь, когда кто-то намеренно вызывает ревность. Что здесь нужно сделать? Нужно здесь вернуться к первой фазе, к фазе опять привлечения друг к другу. Есть хорошая технология, это провести уикенда вдвоем, это я чуть позже скажу, если это актуально. И умные, способные пары, которые поддерживают дружелюбные, такие хорошие отношения, теплые, они находятся большей частью, как я уже сказал, еще раз повторяю, в фазе привыкания друг к другу, но периодически они возвращаются в первую, вторую фазу. То есть так оживляют, страсть оживляют, потом опять в привыкание возвращаются, потом опять оживляют. вот это благополучные три фазы. А начиная с рост следующих фаз отношения портятся, ухудшаются. И сейчас мы разберем, как это происходит. Там есть определенная закономерность, фильтровосприятие меняется, и после фазы привыкания идет фаза ожидания. Обратите внимание, если на предыдущих трех фазах, когда были розовые очки, потом все-таки розовый отвод еще оставался, проходят плюсы, сквозь фильтровосприятие минусы, ну, в фазе привыкания поднемножечку проходят, но еще не так. В фазе ожидания фильтровосприятие меняется. Теперь, когда плюс проходит внутрь, да, вот это хорошее есть то, что несколько лет назад восхищало, вызывало умирение, восторг, оно проходит, а оно уже не воспринимается как плюс. Хорошее обнуляется, зато если ожидаемого этого хорошего нет, это воспринимается как минус. Все хорошо, цветы на день рождения дарил, на 8 марта дарил, иногда еще дарил, на день рождения ребенка дарил, а вот на 11 годовщину первого поцелуя не подарил. Все, прокол. вот это замечается. Замечается то, чего нет. То, что хорошо, то, что обычно перестает замечаться. Вот это страшное слово долг начинает нагружать ожидания. И вот с этого момента, когда все, что человек делает, хорошее, само собой разумеется. а вот если вдруг где-то пропустил не сделал, вот он, да, ты опять меня не любишь, вот это начинает отношения сильно нагружать и портить. С этого момента ожидания идут вниз, по нисходящей. Что здесь помогает от этого избавиться? это практика смерти. Может быть мы проведем эту медитацию, но в том смысле, чтобы посмотреть на своего партнера, как на человека, который может умереть. Ты вот ждешь, что он так будет делать, да, его может не быть, он выйдет сегодня и все, и не перейдет. Может такое быть с кем угодно. Может быть мы ее сделаем на нашем курсе. Хорошая штука, она просто потрясает. Это фаза ожидания, да, то есть еще раз, фильтросприятие меняется и значение передается тому, чего нет. И вот так эти маленькие недополученные плюсы накапливаются, накапливаются, превращаются в минусы и возникает следующая фаза. Следующая фаза это фаза разочарования. когда фильтровосприятие меняется и вдруг становится очень сильно проницаемым для всех минусов, которые раньше были, которые отталкивались от стеклянной стены. Это как раз тот момент, когда говорят некоторые девушки да, мама, ты была права, но почему ты меня тогда не удержала? Мама говорит, дочка, я делала все, что возможно, но тебя же разве можно остановить? Да. Я помню один пример, года 3 или 4 назад пришла женщина на консультацию, она лет 8 или 9 замужем была, если не 10. И она говорит, вы знаете, я проснулась утром и смотрю, муж со мной спит, и на него смотрю, он совершенно чужой человек. Я думаю, с кем я живу вообще? кто это рядом со мной? Я же его не знаю. Он совсем не тот, каким я его себе нарисовал внутри. То есть, вот такое очень четкое понимание, когда доходят минусы. И в этот момент одна из типичнейших жалоб, особенно женских жалоб, что он вдруг изменился. Да ничего подобного, он и был такой, просто этого не замечает. Именно с кем кидал раньше и эту зубовую пасту не закручивал или там выдавливал ее из середины или в футбол смотрел и орал громко. Просто раньше вы это пропускали мимо себя. Но рано или поздно оно проходит и достает. Эти моменты мы будем разбирать в антикритериях с кем не стоит заводить и поддерживать отношения, потому что они заранее опричены на большие сложности. Вот если что-то сильно раздражает сразу какой-то большой минус, который трудно переживать, он и потом будет минусом и еще большим. Вот это такой фактор, который прямо заставляет сильно-сильно сомневаться, стоит ли стоит ли лень. Каким образом накапливается разочарованием дальше? Первый вариант. Много-много-много мелочей. То есть опять он не закрутил зубную пасту, опять не закрутил зубную пасту, опять не смог щетину в этой раковине, опять этот носок валяется где-нибудь там в коридоре. Либо он что-то такое серьезное сразу сделал. Пришел пьяный с ветеринки, сильно пьяный, таким его никогда не видела. Ну или тоже несколько случаев таких в практике было в течение последнего года, когда мне говорят все нормально, все нормально. И тут я его спрашиваю а где деньги? И выясняется, что он там уже полмиллиона проиграл где-то в автоматах или в казино. И тут я понимаю, что-то не так. То есть какой-то сильный, резкий, большой поступок, который сильно разочаровывает. Но что важно, вот на этой стадии, на всех предыдущих стадиях или фазах отношений есть очень важный момент. Здесь пока еще есть доступ к прошлому. И люди страдают. Потому что есть сравнение. Они вспоминают, что да, ведь когда-то было так хорошо, мы там цветы друг другу дарили, он сбегал с занятий, чтобы меня увидеть, и там сама волка ушел, а его потом поймали, на губахте сидел из-за меня, лунус не подрастовал. А сейчас это не так. Есть сравнение, что раньше было хорошо, сейчас плохо, я вижу эти недостатки, минусы, сейчас плюсов стало меньше. Люди страдают. И они не хотят большей частью вернуться к тому состоянию, которое было. Но это длится не все время, потому что вот эти разочарования накапливаются, 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 наступает потеря любви. Потеря любви, потому что возникает резкий, прямо драматичный, такой критичный момент. Порог. Время порога восприятие меняется еще раз. И доступ к прошлым позитивным воспоминаниям заканчивается. Да, прошлое было хорошо, но теперь этого нет. И вообще, оно было хорошо или мне только казалось, что это хорошо. и вообще это было не на самом деле. Он притворялся, ему что-то от меня надо было. После этого наступает очень тяжелое время. Фильтр расприятия еще раз меняется и теперь даже плюс внутрь практически не проходит, а проходит минус. И то, что делает партнер переворачивается в свою противоположность. Почти все, что он делает, кажется теперь. Вот эта фаза удостоверения в том, что любви нет. Кажется, что партнер не любит, не уважает, не ценит, не заботится. Все, что было раньше, это было не по-настоящему. Это было притворство с какой-то определенной целью. чем это плохо. Это плохо тем, что тот партнер, который это переживает, после того, как порог пройден, он лишает себя позитивных ресурсов. Дело в том, что если вот такое, вот это стадия черных очков, если позитивных ресурсов в прошлом нет, проекция на будущем тоже плохая. Значит, и в будущем все будет плохо, ничего хорошего ждать не стоит, и вообще все мужики с ВО, ну, или там все женщины какие-то, сики это. И поэтому каждое новое отношение, даже если они начинаются, где-то внутри есть подваль, вот это есть, что все будет плохо, все плохо закончится, счастья нет, все равно он или она притворяется с таким отпечатком. И второе. Люди движутся по этому любовному циклу с разной скоростью. Поэтому для того партнера, который, скажем, еще до порога, да, плохо, да, разочарование, но в прошлое это еще было хорошо, давай ему что-нибудь сделаем, может быть, мы с тобой к консультанту сходим. Хорошо, сходим, но для того, чтобы удостовериться в том, что же все закончено. И чтобы не делал второй человек в паре, если один из них прошел порог, но обычно люди же не знают про это, не знают про эти фразы, то второму человеку очень трудно, потому что тот, кто прошел порог, он саботирует все усилия, показывает, что это все зря, что надежды нет, что все плохо. таким образом партнеры страдают. Ну, и как вы видели в одном из начальных слайдов, дальше идет разрыв отношений, либо он идет такой психологический, но территориального разрыва нет. Я видел такие ситуации, действительно трудно, очень трудно, когда живут вместе, но фактически не живут. Сложно. Вот такой цикл отношений. Так отношения начинаются, так они длятся, так и заканчиваются. Для того, чтобы они длились хорошо, есть вот такая схема, которую вы сейчас видите перед собой. Основа для хороших отношений. Это первые три фазы. От фазы привлечения до фазы привыкания, когда отношения циркулируют. большую часть времени пара находится в стадии привыкания друг к другу. И это хорошо, это правильно. Жизнь это не только праздник, не столько праздник, но периодически они возвращаются туда, в те стадии, где есть романтика, страсть, чтобы ее отношения подпитать, чтобы снова наполниться восхищением, удовольствием. И тогда отношения длятся. Это похоже на костер. Допустим, костер большую часть времени горит, угли нагорели, костер дает хороший ровный жар, хорошо, тепло. Время от времени подкинули дрова, костер вспыхнул, дрова прогорели, опять угли. Через некоторое время опять дрова подкинули. Вот такая циркуляция. Так отношения длятся хорошо. 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 Теперь сразу по этой информации, которая у вас сейчас есть, задание номер один. Отметьте, пожалуйста, для себя, для тех, у кого есть отношения, отметьте, пожалуйста, для себя, на какой стадии отношений вы сейчас находитесь. Это первое. Второе. Если у вас были отношения, то можете вспомнить, насколько вот эта цикличность подходит, подходила тому, как это было в ваших отношениях. и вы можете подумать об этом сейчас и даже чуть попозже. После того, как закончится наше занятие, может быть завтра, это первое задание. А второе задание сейчас перед тем, как мы двинемся дальше, перед тем, как я отдам слово Михаилу Александровичу, это приготовиться, настроиться, сейчас будет медитация, которую проведет Михаил. Медитация, которая посвящена отношениям. Если у вас сейчас есть отношения, то медитируйте на них. Если их нет, но вы хотите, тогда подумайте о ваших планируемых будущих хороших отношениях и выполняйте эту медитацию в отношении того, чего вы хотите. И после этой медитации кое-что можно будет записать, кое-что можно будет даже зарисовать. Поэтому приготовьте, если еще не приготовили листочек блокнот, ручку, карандашик, хотя бы пару слов, потому что иногда во время образов всплывает что-то очень важное, ресурсы какие-то появляются. И уже готовимся к медитации. Самые простые условия это выключите телефон все айски, кипы, всякие звуки, там в фейсбуке, в контактах, все чаты, которые пиликают. Попросите, чтобы у вас сейчас минут 15, может быть 20 не беспокоили. Выберите себе удобное положение. Тут все написано. Если у вас стул без спинки, то поменяйте, возьмите стул или кресло со спинкой, так, чтобы у вашей спины была опора. И я сейчас передаю слово Михаилу Александровичу. Он проведет медитацию. И после этого, когда мы вернемся, я отвечу на вопрос. Хорошо? Итак, Михаил Александрович, передаю тебе слово, а сам отключаюсь. хорошо. Если меня слышно, то пожалуйста, поставьте плюсик, и мы будем приступать к нашей медитации. Отлично, я вижу первые плюсики. И я предлагаю нам одиночка подготовиться, сесть более удобно, комфортно. медитация, которую мы сейчас проведем, достаточно простая, но позволяет оценить отношения, которые есть, даже не оценить, а прочувствовать их, оценить тот опыт, который есть у каждого из вас. Этот опыт может быть как со знаком плюс, так со знаком минус. бывает очень полезно помнить и те плюсы, и те минусы, которые есть, которые были, потому что все это как раз позволяет нам лучше понимать кто мы, кто нам нужен, что нам необходимо в отношениях, и зачем они нужны. Об этом кстати еще будем много говорить. И сейчас я предлагаю просто расположиться максимально удобно, можно выключить свет, приглушить, просить, чтобы вас никто не беспокоил, расположиться удобно на диване, на кресле, либо на стуле с хорошей спинкой, на которой можно обогатиться. И когда вы будете готовы ляжить, готовитесь расположиться удобно, чтобы руки и ноги были вдоль тела, свет был приглушен, вы сидели удобно и комфортно, поставьте пожалуйста плюсик в чате, я буду видеть, что вы готовы, и мы будем приступать уже непосредственно к нашей работе. Так, дайте пожалуйста знать, отлично, я вижу плюсики, я вижу, что вы готовы, и мы приступаем, пожалуйста, закройте глаза, руки и ноги должны быть вдоль тела, так обычно удобнее, комфортнее, руки и ноги вдоль тела, если вы сидите, то лучше всего руки положить на колени, на бедра, либо на стол, если вы сидите и пожалуйста, начните сейчас закрытыми глазами прислушиваться к своему дыханию, биению своего сердца, это достаточно легко, просто, мы сегодня даже не будем глубоко погружаться, это какое-то легкое погружение в себя, каждый человек и так умеет погружаться в эти состояния, когда неосознанно, и глубоко человек по несколько дней впадает в некоторую такую особую задумчивость, хотя вроде бы и задумчивость, и мысль это там очень и очень далеко от страны, и мы сейчас просто располагаемся удобно, можно немножечко еще поворочиться, ваши глаза закрыты, и вы дышите ровно и спокойно, ровно и спокойно, ваше дыхание ровное и спокойно, все внимание только на ваше дыхание, все внимание только на ваше дыхание, и с каждым вдохом и выдохом вы можете расслабляться все больше и больше, больше и больше, с каждым вдохом и выдохом, Ваше внутреннее состояние становится все более спокойно и ровно. Возможно, какие-то звуки, которые вы слышите вокруг себя все-таки, хотя если вы надели наушники, вы будете слышать только мой голос, или, может быть, какие-то ощущения в вашем теле, есть разные ощущения, разные звуки, есть те, которые помогают, и мы среотачиваемся именно на них, а все всевосторонние, будь то звуки или какие-то другие ощущения, все это уходит на второй план, и мы прислушиваемся к моему голосу, к смыслу моих слов, даже к скрытому смыслу моих слов, к позитивному и ровно и спокойно все больше и больше расслабляемся, глуши входит в состояние, глуши входит в состояние, и дыхание ровно и спокойно. И очень полезно вот так вот прислушиваться к своему дыханию. Ведь ваше дыхание это внутренний ритм, ритм, который обеспечивает жизнь. вы дышите, ваше сердце бьется, и это неизменный процесс, который протекает каждую секунду. Когда вы живете, вы каждую секунду проживаете что-то новое. так же и сейчас, даже просто погружаясь в себя, каждую секунду вы проживаете эти отношения, отношения с собой, с близкими, с миром, своим партнером. И очень важно понимать, что это процесс, процесс протерывный, постоянный. Даже если вы не находитесь в непосредственно близости ВКонтакте, будь то близкими, друзьями или с родственниками, либо своим партнером, эти отношения все равно есть внутри нас. Они постоянно развиваются. Иногда мы это замечаем, а иногда и не замечаем. Это идет словно само собой. И, наверное, из-за этого в жизни иногда бывают некоторые сюрпризы или сложности в том, что люди называют отношениями. Но бывает очень полезно быть очень внимательным к себе и к своему партнеру. Но это внимание, должно быть в первую очередь, такое достаточно трезвое, мудрое, скорее именно мудрое, но при этом вполне и эмоциональное. Вопрос лишь в том балансе разума и сердца. И вы можете прислушиваться к своему дыханию, а может быть даже ощущать биение своего сердца. И можно слышать мой голос, а можно просто пропускать его сквозь себя и даже не воспринимать смысл отдельных слухов. И это тоже хорошо. И это тоже хорошо. И бывает полезно вспомнить, может быть, последние, а может быть, текущие отношения, а может быть, все те отношения, которые у вас когда-то были. Только они начинались, только они развивались. И вот те самые приятные и даже и неприятные моменты. Это полезно помнить. Но кто-то помнит не только плюсы, а только минусы. Но плюсы или минусы во многом зависят от вас. Очень важно уметь мудро, объективно смотреть на себя, на свои потребности и на своего партнера, на тех людей, которые вас окружают в целом, да и на мир тоже. И есть определенные непосредственно важные вещи. Вот. Очень важные, не замечать которые просто невозможно. Потому что отношения – это процесс. И для этого процесса очень важно, чтобы эти отношения, этот процесс был жизнеспособным. И чтобы эти отношения поддерживались. Очень важно понимать, что вот так же, как бьется ваше сердце, так же, как вы дышите, есть определенные вещи, которые просто жизненно необходимы и важны для хороших отношений, для поддержания отношений и налаживания. И можно немножко отстраненно даже со стороны посмотреть, вот так вот вспоминать себя, своего партнера. Важно замечать плюсы и минусы, как у партнера это и у себя. Посмотреть на каких, через какие стадии проходили эти отношения. Если они длятся, то на какой стадии они, возможно, находятся и сейчас. Очень важно вспомнить всю эту последовательность. Те моменты розовых, возможно, очков, да. И те моменты, когда вроде как отношения уже входят в такую стадию, когда уже все становится более привычным, там уже начинают замечаться какие-то минусы. Ведь можно сделать и так, чтобы эти отношения, будто которые были, которые есть, а может быть, которые ожидаются, были всегда теплыми. Ведь можно, как костер, сжечь буквально до несколько минут, чтобы было наиболее остро, жарко. Но от этого можно и обжечься. Можно сделать так, чтобы это было по-настоящему долгое и теплое, сокревающее долгие минуты. И это труд. И это труд обоюдный. Очень важно понимать, какие делать шаги. и понимать, какие шаги были сделаны вами ранее, какие, возможно, не стоило бы делать. Но главное осознавать. Главное осознавать то, что уже было и то, что сделано. И прошлое, несомненно, уже невозможно изменить. Но прошлое дает нам тот опыт, тот опыт, на котором мы учимся, благодаря которому мы можем строить будущее, другое будущее, более теплое, более светлое. То будущее, в котором вы хотите жить. То будущее, в котором есть место для приятных, для гармоничных отношений. Вы можете сначала посмотреть на тот опыт прошлого, то, что было, на те радости и горечи. Возможно. Посмотреть на себя в настоящем. Посмотреть на себя в настоящем. Имеющего, имеющего или неющего. Этот опыт, может быть, некто даже этот данный месяц. Будь то он хороший, либо плохой. И помечтать немножечко о своем будущем. О том будущем, в котором бы вы хотели построить по-настоящему хорошее отношение. Можем даже помечтать о своем партнере, если у кого-то вы сейчас с ним. И это очень полезно, когда вы мечтаете. А потом более мудро и объективно соотносите. То, что является мечтами, это то, что вполне возможно. И с одной стороны, это может быть мечта, которая может быть счастью вашей жизни. Которая может оплатиться вашей жизни. Главное знать, чего вы хотите, и уверенно двигаться к этому. День за днем. День за днем. И это очень хорошо. Просто вы мечтаете о том. Подумайте об этом. Примерьте. И именно построите то будущее. С одной стороны, это мечта. С другой стороны, чтобы это было достаточно юристично. Именно эти мечты позволяют соотнести действительно, что для вас важно, чего вы хотите. И чего возможно ожидаете от своего партнера. Это очень полезно, чтобы потом понимать и договариваться. Понимать и, может быть, даже находить. И при этом понимать, что можете выдать своему партнеру. И отношения – это обоюдный процесс. Именно этот обоюдный процесс делает эти отношения жизнеспособными. Вот так вот, как вы сейчас просто дышите, как бьется ваше сердце. И каждая частичка вашего тела делает все возможное, чтобы вы жили более комфортно, счастливо, здорово жизненно. Так же и здесь можно, чтобы каждый делал то возможное, чтобы сделать это отношения действительно качественными, теплыми и счастливыми. На долгие-долгие годы вперед. И это возможно. И это в ваших руках. И это возможно. Просто подумайте об этом. Возможно, у кого-то не хватает опыта или знания. К сожалению, вот этому не учат в школах или еще где-то. И у многих людей бывают вполне типичные трудности, а может быть даже и проблемы. Некоторые люди разочаровываются и уже даже как-то настраиваются на некоторое негативное. Но все равно полезно мечтать именно о том, чего вы по-настоящему хотите. Хотя кто-то может быть и сам не знает, чего хочет. Но эта медитация, вот эти мечтания очень полезны. Вы можете задуматься об этом некоторыми сейчас, а может быть даже и позже. А затем, подумав об этом, может быть некоторое время, бывает полезно вернуться обратно сюда, в настоящее. И снова посмотреть на себя в настоящее. Смотреть на те отношения, которые были или есть у себя и, возможно, на того партнера, который есть у вас сам. Может быть и нет. И может быть даже бывает, когда возвращаешься обратно в душе, это становится немножечко грустно. Но пускай это будет свет выгрузить. И это очень хорошо. Чтобы начать что-то делать, иногда полезно, чтобы было некоторое желание мотиваться, намерение. Что-то понять, а что-то предпринять не смело. И иногда эти эмоции очень и очень полезны. Полезно вот так вот осознать то, чего хочется и то, что есть сейчас. Или, может быть, пока что нету сейчас. И то, что было в прошлом. Подумайте об этом. Вдох. Через некоторое время можно сделать более глубокий вдох и выдох. Вдох и выдох. И по мере завершения поставьте, пожалуйста, в чате плюс, чтобы мы знаем, что вы завершили. И мы ответим на все ваши вопросы. Вдох и выдох и выдох. И это очень хорошо. хорошо потянемся и переходы завершу хорошо отлично и можно кратенько поделиться можно кратенько поделиться о ваших состояний ощущениях о ваших состояниях ощущениях пишите пожалуйста и хорошо пороги-пороги кто-то спал отлично ну чтож хорошо отлично давайте мы будем в плане завершили и я плавно передам слово сергею вадимировичу но вот еще некоторые задания внутри некоторые вопросы если есть мы могли срываться на чем-то определенном пишет валерия такое бывает здесь знаете имитация она бывает полезна просто чтобы прочувствовать некоторые эмоции поэтому это вполне нормально и некая эмоциональная составляющая иногда мешает сосредоточиться бывает так что и мысли ком-то мешают хорошо ну чтож я плавно передаю слово вот сергею вадимировичу пишет привет все хорошо ну вот с вами снова сергей владимирович и после медитации от михаила с тем состоянием которое у вас есть вот давайте прямо сейчас пока мы в прямом эфире какие вопросы есть по состоянию отписались хорошо теперь какие вопросы возникли по сегодняшнему занятию вопросы предложения идеи вы имеете ввиду отношения с вами как с группой но мы строим михаил ответить попозже немножко ну я думаю согласен со мной а на практике самый важный вопрос это личные ну да ну да ну да на счет михаила не скажу он про себя сам пишется но то что по крайней мере я такой же человек то что у меня бывают свои какие-то там вопросы сложности это вполне нормально отношение это процесс ну по крайней мере достаточно хорошие хорошо какие еще вопросы есть пожалуйста задавайте вопросы и отвечу вопрос по теме занятия как говорил наш старшина считаю до трех два уже было если до трех вопросов тоже все понял хорошо тогда я предлагаю на этом поставить запятую а отвечаю на вопрос психиатрии отвечу откровенно я год работал в больнице психиатрической я уже сразу знал что я не буду там работать потому что я уже работал в частной компании которая занималась снижением веса ну по снижению веса всегда много клиентов это раз во вторых я видел что в центральной парадигме как психиатрия работает ну особых шансов на излечение на исцеление нет потому что задача психиатрии какая формальной психиатрии официальной изолировать человека с психозом вынуть его из системы чтобы он или она не мешал все вот я увидел хорошие примеры примеры семейной терапии которые давали больше шансов на то чтобы ситуацию изменить я этим стал заниматься надеюсь что достаточно ответил на ваш вопрос валерия так как построить начало отношений юлия хорошо хорошо сейчас отвечу начало отношений как построить чтобы не оттолкнуть во первых важно понять кого вы хотите в отношении с кем быть с кем не быть раз во вторых важно знать с кем однозначно вы не хотите быть вот и если человек слишком чувствительны что вы скажете одно слово там или не так улыбнетесь или почешите кончик носа и он от вас уже убегает наверное это не подходящий человек в третьих прямо спросить что человек считает неприемлемым какое поведение что для него неприемлемо в качестве критериев и проверить себя вы ему подходите или нет потому что может быть то что для вас важно этому человеку неприемлемо тогда ну либо это должны быть очень веские основания чтобы вы попытались себя поменять вот чаще всего ну ладно мы с тобой не подходим друг другу следующий ну вот так насколько я понимаю ваш вопрос настолько я и ответил наталья из фазы ожидания да да там вот когда внедряется сознание смерти все очень быстро если это фаза ожидания да не дальше то тогда намного проще вернуться назад да так и растение получить но это не вопрос угу хорошо Юлия вы услышали ответ на свой вопрос Наталья услышали просто отправьте плюсик либо если что-то еще надо ответить да понял то напишите так вопросов пока нет если есть то пишите давайте возьмем еще 30 секунд для того чтобы написать хотя бы знак вопроса напишите я буду знать что есть вопрос иначе я буду заканчивать задание еще раз повторю задание определите на какой фазе отношений вы находитесь если есть отношения сейчас либо если отношений нет то посмотрите на свои отношения вот теперь сознанием этого процесса как это все проходило насколько совпадает на какой фазе вы были как партнер вровень с вами шел обгонял вас либо наоборот отставал вот и пока этого достаточно если появляются вопросы и по заданиям вы будете отписываться мне я сейчас напишу свою электронную почту вот гудков яндекс.ру пишите мне тем кто пишет задает вопросы я всегда отвечаю вот теперь завтра 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 мы встречаемся точно так же в эфире в этой же комнате в 20.00 по 20.00 по москве и тем кто вписался в наш ну в наш большой тренинг мы пришлем на почту новый пароль для доступа вот если вопросы появляются то записывать и задавайте их я понял так что пока все понятно все услышали и давайте будем заканчивать мы с вами будем прощаться до завтра до встречи в эфире все всего доброго всем спокойной ночи да пожалуйста